Мир лжи Я слышал от Рава Бидермана Шхе, одного из гедрим лидеров этого поколения, который занимается керувом в хасидском мире. Он происходит из рода потомственных праведников. И Рав Бидерман сказал, что историю о Песахе нужно рассказывать в Песах. Историю о Шауоте нужно рассказывать в Шауот. Историю о Суккоте нужно рассказывать во время Суккота. Но историю о Недельной Главе Курах вы можете рассказывать всегда. Почему? Есть всегда что-то, что происходит в мире. И иногда досмилуется над нами Всевышний. И в наших собственных общинах, которые могут обсуждаться, вы можете учиться из Недельной Главы Курах. Все ссоры, все дебаты, разногласия и тому подобное. Много чего происходит. Вопрос в том, кто на самом деле стоял за всеми разногласиями и ссорами. В Недельной Главе Курах? Часть первая. Иллюзия власти. Конечно же, вы знаете, что Сатана всегда соблазняет людей на грех. Соблазняет людей идти против Всевышнего. Кого Сатана обманул первым? Чтобы начать эту цепочку. Ответ. Сатана обманул жену Кураха. О ней написано Ишау Рэсет. Ишаа Бана Ишау Рэсет. Женщина строит, женщина разрушает. Женщина, которая строит, это жена Она Бен Пеллет. В начале Недельной Главы сказано, что среди людей, которые пришли с Курахом, был он, сын Пеллет. И он, сын Пеллета, позже не пришел, когда произошло финальное противостояние между Курахом и Машера Бейном. Она Бен Пеллета не могли нигде найти, потому что жена заставила его сделать чуву и выйти из заговора Кураха. И, конечно, таким образом она спасла его жизнь. Не только его жизнь в этом мире, но также и его жизнь в мире грядущем. Курах и те, кто следовал за ним в данный момент, находятся в Гейноме до сих пор. 3333 года. Они до сих пор находятся внутри Гейнома, ада. И многие из Хохамим, мудрецы, говорят, что они никогда оттуда не выйдут. Некоторые говорят, что Курах может когда-нибудь выйти. Тем не менее, они очень сильно страдают из-за того, что они совершили. Все это началось с жены Кураха, когда Сатана пробудил ее сказать, «Послушай, ты происходишь из самой богатой семьи в народе. Ты наверняка тоже должен иметь определенные властные полномочия. Почему бы тебе не попытаться пойти и стать премьер-министром? Попытаться стать Робейну, нашим учителем? Курах Робейну, не Машера Бейну. Или, по крайней мере, Коэн Гадоль, главный Коэн, стать кем-то важным. Жена Кураха начала действовать и разрушила его жизнь. Позже мы видим, что Машеру Бейну перед этим противостоянием, в главе 16 стих 26, «И говорил он вообще не так, устранитесь же от шатров этих нечестивых людей и не коснитесь ничего им принадлежащего, чтобы не погибнуть за все их грехи. Это значит, что грязь, тумань и чистота, дрянь, которая проникла в Кораха, и в тех, кто находился рядом с ним, была так опасна, что вы не только не могли дружить с ними, вы также не могли стоять рядом с ними, вы также не могли касаться любых из их вещей, потому что, когда разверзла земля, она поглотила их всех». На самом деле, господа, если Корах вернулся бы к жизни в наши дни со всеми своими деньгами, то практически весь мир восхищался бы им. «Посмотрите, он богат, он знаменит, о нем написано в книге, он такой-то, он знал Моше, да, он ведь был его врагом, да, но он знал его, да, он богат, но он же потерял все свои деньги, да, но у него они были». Люди найдут оправдание всем этим вещам, люди восхищаются богатством и успехом до такой степени, что они просто позволяют им затуманить их представление о нравственности, затуманить их представление о здравом смысле. Это один из главных инструментов сатаны – соблазнять вас и всех вокруг, и меня в том числе, чтобы согрешить. Совершить не просто незначительные грехи, а самые ужасные грехи, которые только возможны. Но в то же самое время мудрецы рассказывают историю о Рабе Акиве. В то время был издан указ. Мудрецы послали Рабе Акиву пойти и поговорить с нееврейским царем, который издал этот указ. Этот нееврейский царь услышал, что Рабе Акива собирается посетить его. Он знал, что Рабе Акива – очень важный человек. Он хотел выразить к нему свое почтение, как люди, которые всю жизнь просто следуют за деньгами, славой, властью и всеми физическими влечениями этого мира, никак не отличаясь от животных. Чем они выражают свое почтение к вам? Он решил поселить Рабе Акиву в лучшем отеле в мире, прямо рядом с дворцом. И чтобы ему точно не было скучно, послал четырех лучших проституток, которые у него были. Как говорится, чтобы он хорошо провел время, да сохранит и защитит нас Бога. Он посылает ему этих проституток, и проститутки возвращаются к царю. И говорят ему, «Ваше Величество, пожалуйста, не делайте больше этого с нами снова. Мы сделаем все, что вы пожелаете, но никогда не посылайте нас в такое место». Он спросил, что он сделал с вами. Они ответили, «Ничего, он ничего не сделал с нами». Что вы имеете в виду? Они ответили, «Тот момент, когда мы вошли туда, этот Рабе Акива, этот ваш гость, этот еврей, пошел в угол комнаты, и он начал рвать без остановки всю ночь. Он не мог остановить свою рвоту. Его тошнило всю ночь. Он в буквальном смысле выплевывал легкие. Мы боялись уйти, и мы боялись оставаться. Это было так отвратительно. Мы никогда не видели ничего подобного». И, конечно, царь был удивлен. Что же там случилось? Он пригласил Рабе Акиву и спросил у него, «Пожалуйста, объясни мне, были ли блудницы, которых я послал, вам уродливы в ваших глазах?» И Рабе Акива ответил, «Почему вы мне послали такую мерзость? Самую отвратительную гадость в мире?» Во-первых, были ли эти женщины так уродливы? Для всех остальных людей в мире, конечно же, нет. Они были красивые женщины, что касается физической внешности. Но Рабе Акива видел духовное, духовные последствия контакта с этими женщинами. И такое ужасное, ужасное наказание, которое человек получит, если пойдет этим путем. Во-вторых, он увидел туму, духовную нечистоту, которая окружала этих женщин. Сколько мерзости было на них из-за всех грехов, которые они совершали без остановки. И так отвратительно это в глазах святого, благословен он. Когда человек соединяется со святым, благословен он. Когда человек прилепляется к Всевышнему, если можно так сказать, начинает чувствовать себя как Всевышний, он знает, что Всевышний чувствует отвращение к аморальности и к половой распущенности, к нескромности и ко всему подобному. Всевышний чувствует такое отвращение. Что он говорит в Дворим 23.15? «Чтобы он не увидел у тебя срамного и не отстранился бы от тебя. Я убегаю от ноготы, я убегаю от мерзости. Все эти виды поведения должны быть отвратительны для нас». Вопрос в том, как? Как человеку начать чувствовать такое отвращение? Мы, конечно, обсуждали много раз разные негативные последствия и наказания, которые человек получит. Мужчины или женщины, которые ведут себя распущенно. Неважно кто, еврей или не еврей, ведущие себя распущенно. Изливающие семя в пустую, которые делают вещи, запрещенные в Торе, которые святой, благословен, он считает отвратительными. В этом нет никаких сомнений. Мы рассказали об этом все подробно. Но сегодня мы расскажем о чем-то другом. Мы попытаемся понять, как дойти до такого восприятия, чтобы быть, по крайней мере, чуть ближе к похожему чувству, отвращение, которое рабе Акибы испытывал к греху. Отвращение к аморальности, на которую многие люди тратят в буквальном смысле дни и ночи. Они следуют за аморальностью, поклоняются ей, бегут за ней, смотрят на нее. Как человек может измениться и не быть, как все человечество, которое восхищается богатством, славой и деньгами, которое ищет физическое удовольствие при любой представившейся им возможности. Это подавляющее большинство людей в мире подняться до уровня рабе Акибы и остальных наших праведников, которые не только не ищут этих удовольствий, но и напротив, убегают от них, они чувствуют к этому всему отвращение. Одна из величайших вещей, которую вы могли научиться, отрава несимая гена, мир ему. Хотя иногда он рассказывал и о наказаниях, о гейноме Аде, о кафакела стадия наказаний и многих других вещах. Одна из вещей, которая чаще всего звучала на всех его уроках, было то, что вызывало у нас чувство отвращения, к греху. Когда он говорил о нескромности, он сказал бы, что это за женщина ходит, без рук и без ног. Мерзость, это так отвратительно, и он произносил все эти высказывания настолько выразительно, что если до этого вам не казалось это отвратительным, то сейчас вы бы чувствовали отвращение. Сейчас вы чувствуете отвращение к этой женщине, которая носит парик, длиннее, чем наше изгнание. Или носит одежду без рукавов, или носит какую-то неприличную одежду. В тот момент вы бы чувствовали отвращение к ней. Может, даже вы продолжили бы чувствовать отвращение к этому в дальнейшем. Но тем не менее, все в комнате соглашались, что это отвратительно. Точно так же, как рабе Акива. Как человек может подвести себя к состоянию, когда он не только самостоятельно не заходит на мерзкие сайты, не смотрит мерзкие фильмы и мерзкие телеканалы, и мерзкие новости, мерзкие рекламы. Он не только не смотрит это сам, но даже тогда, когда эти вещи приходят к нему сами, потому что сатана не делает перерыва, потому что вы хотите быть святым. Сатана преподносит вам эти вещи на рекламном щите, в рекламе, или каким-либо другим способом. Когда вы идете по улице, он преподносит вам эту мерзость, эту омерзительную, отвратительную вещь. И он преподносит это вам. И вы не только не хотите это, вы считаете это отвратительным. Вы считаете отвратительным то, что эта женщина неприлично одета. Вы не считаете это привлекательным. Вы считаете это отвратительным. Как человек может так кардинально изменить свое мышление? Естественно, это требует экстраординарного изучения, Туры и Мусара, этическое учение. В этом нет никаких сомнений. За многие годы мы собрали много уроков, которые направлены на смягчение его души, чтобы человек мог достичь ясности. Но также есть несколько вещей, которые может делать еврей и нееврей. Если они действительно хотят понять глубину всего этого, они очень быстро придут к этому заключению. И самое главное, таким и остаться. Чем все восхищаются? На что обычно люди равняются? Чего все хотят? Как мы сказали ранее, люди хотят денег, люди хотят власти, люди хотят физических удовольствий. Обычно все эти вещи приходят вместе. Они приходят в одной упаковке. Я был на Уолл Стрит почти 20 лет. Я был связан с многими-многими миллионерами, несколькими миллиардерами. У меня было много денег. Я мог делать много из того, что другие люди не могут делать из-за отсутствия средств. Я видел множество вещей. Брухошен, слава богу, я никогда не залазил в грязь этого мира. Но тем не менее, я видел это днем и ночью. И реальность такова, что ты видишь, как люди гоняются за этими вещами. Они живут ради этого. Это все, что они хотят. Вы видите это повсюду. И вопрос в следующем. Почему люди хотят стать знаменитостями? Почему люди хотят стать следующим миллиардером? Почему люди равняются на подобных людей? Хорошо, давайте посмотрим. Они равняются на всех этих людей. Они равняются на рэпера, очень преуспевающего человека. Они равняются, потому что они видят. У него есть дом. В шоу на телевидении показывают, какой у него красивый дом. Какой он большой. И сколько в нем комнат. И люстры. И множество машин. И все люди, которые работают на него. И сколько у него подписчиков в интернете. Они видят и ее. И ее новую линию одежды, которая вообще не должна считаться одеждой. И, конечно же, они называют это линией одежды. Сколько людей подписалось на нее в социальных сетях. И как она популярна. И какая новая одежда есть у нее. И как в заголовках газет говорится о том, что она зарабатывает столько-то денег. Они видят и другого человека. И они видят, что он получил работу. И он стал генеральным директором. И он основал компанию. И он развил ее и стал мультимиллионером. И он ходит в 500 лучших по версии Forbes. И так далее. Садана, прежде всего, использует один из инструментов святого. Благословен он. Который работает лучше всего. Что он делает? Он сажает семена. Святой благословен он сажает семена тздаки. Благотворительности. Как он сажает семена тздаки? Это и есть молитвы шахарит. Утренняя молитва. Он не платит вам награду за тздаку, которую вы дали сразу же. Он сажает ее. Почему? Он даст вам награду, когда она будет вам нужна. А не тогда, когда вы ее хотите. Когда вы столько раз оступались, но сейчас вы, наконец, сделали чву, раскаялись. Но как вам встать на ноги после того, как вы падали столько раз? Всевышний говорит, а помнишь эту тздаку, которую ты дал 20 лет назад? Я использую заслугу от этой тздаки сейчас, чтобы поднять твою жизнь на новую высоту. Если человек заболевает, святой благословен он, хочет дать ему излечение. Но ему все равно надо иметь духовные ресурсы, чтобы излечиться. Всевышний говорит, ты помнишь ту тздаку, которую ты дал на свиток Туры? Или ты дал ее мудрецу Туры? Я использую немного от награды, которую ты должен получить в Алла-Маббах, в мире грядущем. Я использую ее в этом мире, чтобы вернуть тебе здоровье, чтобы вернуть тебя назад к жизни. Сатана, дорогие друзья, делает в точности то же самое. Он сажает семена, но только по-другому. Он сажает семена. Что он делает? Он создает для вас иллюзию, что этот человек, которого вы сейчас видите на экране или перед вами тем или иным образом, является определением успеха. Он или она является образцом успеха. Счастье, славы, они — это успех. Почему? Потому что он показывает вам этого человека в самом расцвете, в момент, когда все вокруг него хотят быть им. И ты становишься одним из этих людей. Таким образом он сажает семена. Номер один — это то, как выглядит успех. Это то, кем ты хочешь быть. Она неприлично одета. И поэтому столько людей любят ее. Ты тоже должна так неприлично одеваться? Она ходит с распущенными волосами, как грива-лева. Поэтому вы должны ходить с распущенными волосами? Она не носит вообще одежду. Ты тоже не должна носить одежду? Она разратная, и у нее было пять мужей за пять лет. У тебя тоже должны быть пять мужей за пять лет? И ты должна делать все, что она делает? Почему? Это так мило. Это популярно. Посмотрите на нее и всех ее сестер-миллиардерш. Семья Кардашьян. Семья Бритни Спирс. И семьи других проституток. Все эти проститутки достигли успеха. Ты должна хотеть быть, как она. Хотеть делать то, что она делает. Так же, как она выкладывает свои фото онлайн. Особенно неприличные фото. С губками-бантиком, как у нее. И вести себя, как она. И говорить вещи, которые она говорит. И, возможно, даже покупать ее продукты. Чтобы люди думали, что ты – это она. Реальность такова, Роботай, господа. Что это происходит с детьми. С детьми в вашем доме. Которые окружены ментальностью государственной школы. Светским мышлением. Нееврейским мышлением. Это повсюду. Даже внутри самых наиболее религиозных общин. В нееврейском мире вы увидите, что это уже стандарт. Я один раз видел документальный фильм о так называемых религиозных людях. В христианском мире в Америке. Их около 60 миллионов. Они являются наиболее агрессивными миссионерами из всех-всех христианства. И в этом документальном фильме показывают, как все говорят о ежке. И Иисус. Все говорят, как он спасет вас. И так далее. И тому подобное. Но ни одна женщина не знает, как носить одежду. Они ходят в короткой одежде, похожей на нижнее белье, и думают, что это нормально. Маленькие девочки ходят полуголые. И никто даже не считает, что это проблема. Никто не удивлен, что на самом деле все эти дети, которые ходят с маленькой Библией, все эти дети, которые находятся в закрытой общине, чтобы не запачкаться грязью светского мира, все они совершают точно такие же аморальные грехи, как и все остальные вокруг. Только они делают это все в своем кругу. Вся грязь остается внутри. Ничего не изменилось. Это семя сатаны. Приходит к людям всех возрастов, всех полов. Это повсюду. И работа сатаны одурачить поколения, чтобы они думали, что это нормально. Это нормально ходить в нижнем белье, потому что знаменитости так делают. Это нормально выставлять на пока свои деньги, быть высокомерным, потому что знаменитости так делают. Совершенно нормально вести себя отвратительно с людьми, потому что знаменитость делает это. Совершенно нормально тратить все ваши амбиции и энергию и ресурсы на приобретение богатства. Богатство славы. Денежного богатства. Богатство во всем материальном, включая богатство в женах и мужьях. Это тоже часть богатства. Если ты женат только один раз, на тебя смотрят с неодобрением. Только один раз, ты, похоже, совсем отстал от моды. И реальность такова работает, что в этом поколении мир наполнен тумой, не чистотой. Тумой до такой степени, что уже в течение некоторого времени в Англии учат маленьких детей, 4-5 лет, 3-летних, 6-летних, что если мальчик не хочет быть мальчиком, или он хочет быть девочкой, он тогда должен быть девочкой. Никто никогда больше не должен называть его мальчиком. Они учат этому в школах в Англии. И сейчас это происходит в Соединенных Штатах. В некоторых частях в США учителя уже учат этому детей. Они говорят детям, что они должны, прежде всего, никогда не позволять никому решать, какого они повода. Если ты мальчик, по биологическим признакам, но ты решаешь, что ты девочка, ты можешь быть девочкой. Заходить в уборную для девочек и справляй там нужду. Точно так же, как одна из девочек. Ходи в платье, делай все вещи, которые девочки делают. Не позволяй никому решать, какого ты повода. Если и это недостаточно плохо, если ты хочешь перейти на следующий уровень, то и мужчина может заключить брак с другим мужчиной и растить ребенка. И притворяться, как будто это на самом деле ваш ребенок. Как будто вы не травмируете этого бедного ребенка. Девочка может быть мальчиком. Мальчик может быть девочкой. Парень может заключить брак с парнем. Девушка может заключить брак с девушкой. И это то, что люди делают. Что мы видим? В этом нет ничего нового. Это просто Содом и Гамора. Мы видели это в поколении Нуаха. Мы видели это в Египте. Мы видели это много раз. Нет ничего нового под солнцем. Но сейчас все дошло до такой степени, что это уже в школьной программе. Сейчас это происходит в местах, не только в виде какого-то подпольного учения, а это уже в школах. В Нью-Йорке, Калифорнии, в разных частях США, во всех местах по всему миру, которые в буквальном смысле взяли свои моральные ценности, связанные с Турой, и выкинули их в мусор, и заменили их моральными ценностями сатаны. Это то, что происходит сейчас, работает. Все думают, что это совершенно нормально. Почему люди думают, что это нормально? Потому что сатана посадил семена. Он сделал популярными некоторых сумасшедших людей, которые говорят, что они женщина, хотя они мужчина. Которые говорят, что они мужчина, хотя они женщина. Он сделал их главами управления в правительстве. Он сделал их знаменитостями на ТВ и в интернете. Дал им все виды славы и богатства. Сейчас больше не существует терминов, которые существовали, когда я был ребенком. Тот, кто и был таким, просто прятал это. Они прятались. Они скрывали свои желания. Сейчас это то, чем ты должен гордиться. До такой степени, что ты должен выставлять на показ свои сексуальные желания, которые просто омерзительны и противоречат человеческой природе. Сейчас ты должен делать это, потому что знаменитость это делает. Потому что член правительства сделал это. Потому что учитель сделал это. Все эти так называемые лидеры делают это. Ты тоже должен. Посмотрите, они лидеры и преуспели на самом высоком уровне. Согласно их определению успеха, ты должен делать то же самое. Это семя сатаны присутствует повсюду. И, к сожалению, господа дорогие, это так же в еврейском мире. Так же, как и везде. Вы увидите это в нерелигиозных районах. И вы, к сожалению, иногда увидите это в религиозных районах. И даже не думают, что с этим что-то не так. Часть вторая. Иллюзия славы, как это может быть? Это все начинается с того самого семени. Как мы можем избавиться от этого семени, которое в буквальном смысле проросло и стало самым гнилыми плодами в истории человечества? Как мы можем избавиться от этих мерзких, отвратительных и гнусных плодов? Как нам перестать восхищаться знаменитостями, материальным успехом, половой распущенностью, бесстыдством, аморальностью и высокомерием? Как нам перестать быть так называемыми нормальными и перестать восхищаться всеми этими вещами? Быть как святые люди прежних поколений, которые испытывали к этому всему отвращение или, по крайней мере, были уважаемыми людьми, которые, возможно, не были самыми святыми, но были достаточно уважаемыми и прятали всю свою грязь от общества? Как нам прийти к этому? Во-первых, дорогие друзья, мы должны распознать проблему. Это то, что мы только что сделали. Во-вторых, мы должны углубиться в эту ситуацию. Как мы сделали бы с людьей, рассматриваем отрывком в геморре. Что мы вообще пытаемся тут выяснить? Кто эти люди, которыми мы восхищаемся? Давайте посмотрим, что на самом деле происходит с этими людьми. Кто эти люди, которыми все так восхищаются? Одна из известных знаменитостей последних 30 с лишним лет это проклятый человек по имени Майкл Джексон. Майкл Джексон был в моем поколении и даже раньше. Человеком, который сделал состояние сотни миллионов долларов пением и танцами, и делая другие вещи. Все хотели быть как он. Все танцевали как он. Все хотели петь как он. Все пытались быть похожим на этого человека. Во время его жизни у него было много разных проблем. Вы видели, что он сделал себе много разных пластических операций? Многие люди не думали особо об этом. Когда вся его личность стала ставиться под сомнение? После его смерти. Когда он принял большую дозу лекарств? И его раввин, его раввин, Шмули Бутеах и Махши Мо Вазихро, да будет стерто его имя, был один из тех людей, который построил свою собственную славу на отношениях с Майклом Джексоном. Дал людям знать, что его приятель умер. Доктор, который убил его, сказал всем, что он умер. Но потом, после того, как он умер, люди начали смотреть на его так называемое наследие. Только чтобы узнать, что слухи оказались правдой. Только чтобы узнать, что на самом деле дела были еще хуже, чем в слухах. Этот отвратительный человек, который выглядел как воплощение успеха, денег и репутации, и был любим всеми, был любим детьми, был педофилом, был педофилом. Мерзкий, отвратительный человек, который совращал малолетних мальчиков, совращал маленьких невинных детей, использовал их в сексуальных целях, насиловал их самым ужасным образом, делал вещи, которые в буквальном смысле разрушили этих людей до конца их жизни. Майкл просто прикасался ко мне и клал свои руки на мои ноги, обнимал и целовал мою голову. И он награждал меня ювелирными изделиями за выполнение сексуального акта с ним. 100% прямолинейное, вызывающее тревогу, жестокое сексуальное насилие. Я просто говорю, что Джексон не одно десятилетие создавал дымовую завесу, которая поддерживалась также его семьей и СМИ. О том, что у него была невинная любовь к детям. И мне нужно со всей ясностью заявить, что то, что происходило в этой спальне за закрытыми дверьми, между Майклом и Уэйном, и между Майклом и Джеймсом были сексуальные действия. Это не были нежные объятия. Все боялись что-то сказать, потому что иллюзия была так сильна. Кто хотел бы быть таким человеком? Кто хотел бы быть Майклом Джексоном? Да будет стерто его имя. Кто хотел бы быть человеком, который выглядит как вершина успеха для общества? И в то же время постоянно насилуем малолетних детей, чтобы осуществить свои животные желания? Даже хуже, чем животные. Большинство животных не является гомосексуалистами. Кто хотел бы делать это? И даже те, кто является гомосексуалистами, никогда не увидят льва, насилующего львенка. Вы никогда и нигде не увидите это. Даже если вы видите льва, который ведет себя агрессивно по отношению к львице, это будет кто-то его собственного размера. Но нет же, это мерзкий человек, который был подобием человека. Им восхищались десятки миллионов человек. Это то, что он постоянно делал. Это определение успеха работает. Этот человек является показателем успеха для людей. Такова реальность этих людей. Давайте пойдем дальше. Еще одна звезда детства по имени Макалей Калкин. Он был известен по фильму, который называется «Один дома». Юный, симпатичный, на вид ребенок. Казалось, что он достиг успеха. Снялся в нескольких фильмах, заставил множество людей смеяться. Развлекал много людей. Ему пророчили большой успех. Что случилось с этим человеком, который заработал десятки миллионов долларов и был известен по всему миру? Передозировка наркотиков, наркозависимость, разного рода психологические проблемы, разные сексуальные проблемы, зависимости, мерзкая, отвратительная жизнь и просто подобие человека. Все восхищались тем, кем он был на экране. Но никто в мире никогда не восхищался тем, кем он был в реальной жизни. Он один из тех людей, услышав о которых люди начинают дрожать, когда они слышат, что с ним случилось. Дальше мы переходим к следующей знаменитости по имени Тайгер Вудс. Один из людей, который имел атлетические способности, чтобы загнать маленький мячик в ямку в спорте под названием гольф. И все восхищались им со всеми миллионами и миллиардами долларов, что он заработал. Он выглядел очень привлекательно, выглядел как уважаемый человек и даже привлек смотреть гольф тех, кто раньше его не смотрел, потому что он не был белым. И даже крутое имя Тайгер, Тигр, кто он такой? Мерзкий, отвратительный человек, который изменял жене, которая была верна ему. Изменял жене, которая поддерживала его. Изменял жене, которая ждала его и любила его. Изменил ей с множеством других людей. Не только это. Он стал совершенно зависимым от наркотиков и алкоголя. Полный дегенерат, неудачник. Публики кричал на людей и оскорблял их. Он был в буквальном смысле самым лучшим наглядным примером того, что образ, которым вы восхищаетесь, это иллюзия. Тот образ человека, который был на картинке, на разном спортивном снаряжении, это иллюзия. Почему? Это не он. Это не он. Это просто он, когда он не он. Тот, кто он на самом деле, тот, кто изменял жене. Он это мерзость, аморальность, грубость. Он водил в пьяном виде, подвергая людей опасности. Это он. Это Тайгер Вудс. Двигаемся дальше. К отвратительному человеку, известному антисемиту по имени Мел Гибсон. Он заработал состояние в киноиндустрии. Был актером, которым все восхищались. Только чтобы узнать однажды, что он произносит антисемитские высказывания, что он хочет убить евреев, что он ненавидит евреев, что он конченый алкоголик, арестованный за вождение в нетрезвом виде. Сделал несколько антисемитских заявлений офицеру, который задержал его, в том числе о том, что евреи ответственны за все войны, которые произошли в мире. Аморальный дегенерат, который тянется за всем, что вызовет у него хоть какую-то физическую реакцию. Вот то и есть Мел Гибсон. Это не тот, кого вы видите в кино. Причина, почему он стал актером, как и все другие актеры до и после него, это то, что профессия актера позволяет ему служить в иллюзии, в которую все верят. Потому что настоящая его личность это презренный человек, похоже, от которого никто не хотел бы ребенка. Дальше мы переходим к следующему человеку Майку Тайсону. Хотя Майк Тайсон пытался изменить свою жизнь, давайте посмотрим, как на самом деле она выглядела. Он был сильным человеком. Занимался жестоким спортом под названием бокс. Был лучшим в этом, чем он занимался. А именно, бил людей в лицо. Наносить людям вред как можно быстрее и как можно сильнее. И в конце концов причинил вред и тем, кто не был с ним на ринге. Как в той женщине, которую он изнасиловал и оказался в тюрьме. Так же из-за наркотиков, которые он употреблял. И все, что он делал с людьми, которые оказывались на его пути. Он накопил большое состояние. 400 миллионов долларов, чтобы потерять все до последнего гроша. Оказаться в тюрьме с таким большим позором, что даже выйдя из тюрьмы, все еще вел себя как животное. Интервью Майка Тайсона. Я не знаю ничего об этих цифрах. Я точно знаю, что я могу сделать. Как насчет того, чтобы убить этого такое животное поведение? Он уже привык к тому, что он получал все, что хотел. Как только он это не получает, его животное поведение становится даже сильнее. До такой степени, что когда он пытался вернуться на ринг, пытался вернуться в свирепый спорт под названием бокс, что он сделал? Он откусил ухо своего соперника. Это не часть спорта. Только животное кусается. Да, судя по всему, Майк Тайсон. Животное. Животное. Вся наркозависимость, одержимость сексом и остальная мерзость. Кто хотел бы быть таким человеком? Почему столько людей до сих пор притворяются? Они хотят боксировать, как Майк. Они хотят боксировать, как Майк, а не думают, что они похожи на Майка. Они хотят быть похожим на него. Почему? Потому что их привлекает иллюзия. Иллюзия, которую вы видите на ринге в течение нескольких моментов. Не настоящий Майк Тайсон. Не тот человек, который пошел домой после того, как избил человека до полусмерти. Нет. Не тот человек, который изнасиловал женщину и, возможно, многих других. Не тот человек, который лгал. Не тот человек, который был зависим от наркотиков и секса. Не тот человек, который был полным дегенератом всю остальную часть жизни. Все хотят почувствовать этот момент, когда его показывают на экране, и его руки подняты, как у победителя. Все хотят почувствовать этот момент. И это семя сатаны, иллюзия. Иллюзия попытаться одурачить вас, чтобы вы думали, что вы можете быть как он, не понимая, что весь багаж идет вместе с этим. Следующий это человек по имени Билл Козби. Человек, как Билл Козби, заработал свой капитал и построил свою карьеру. И свое имя так громко, что в буквальном смысле каждый человек в современном обществе знал, кем был этот человек. Он снимался в семейном шоу. Он был человеком, на которого многие из нас смотрели с самого детства. Он был человеком, который в буквальном смысле был в каждом телевизионном экране. Он был бы у вас просто как фон, даже если вы не смотрели его шоу. Он был на каждом экране. И выглядел как милый старичок в телевизоре. Забавный человек, который обо всем говорит с сарказмом. Мы позже узнаем, что он помешан на сексе. Он вел себя жестоко с другими людьми. Он подобие человека. Билл Козби, когда-то любимый телевизионный папа. Но сегодня судья решил, что он сексуально-агрессивный маньяк. Подобие человека. Насиловал людей физически и морально. К сожалению, разрушал и травмировал их. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы вся эта мерзость вышла наружу. Все эти годы им восхищались. Ему давали работу. Ему платили миллионы долларов. Это именно то, что сатана делает. Он продолжает сажать семена. Да-да. Ты хочешь быть как Билл? Ты хочешь быть таким же забавным, как он? Ты будешь как он. Почему? Он на ТВ. И эти несколько моментов, которые вы видите, когда они используют отснятый материал, на который ушли часы или дни съемок, обрезают, что в конце остается 20-ти минутное шоу. И съемок, на который ушли недели. Потому что на самом деле остальное, по сути, просто мусор. Что они делают? Они дают вам экстракт, выдержку иллюзии. Не саму иллюзию. Иллюзией была бы вся запись. Что они дают вам? Что-то сильно действующее. Сироп иллюзии. То есть, лучшее из лучшего. Самую насыщенную часть из всего этого. Это иллюзия, которую они показывают по телевизору. Что он всегда смешной. Он всегда счастливый. Он всегда такой и такой. Это в буквальном смысле полная противоположность того, кем он был в реальной жизни. Следующий. Кевин Спейси. Любой, кто смотрел некоторые из его фильмов, восхищались его актерской игрой. Такие фильмы, как, например, «Обычный подозреваемый». Я сам лично использовал некоторые из цитат, которые он говорил в фильме. Одна из цитат, которая не выходит из моей головы. «Величайшая хитрость дьявола состоит в том, что он убедил всех, что его не существует». Это просто гениальная цитата. Это правда. И это есть в туре. Но, тем не менее, робота Якрин. Это лишь актерская игра, благодаря которой данный человек заработал десятки миллионов долларов. Или даже сотни миллионов долларов. Цена этого – разрушенные жизни людей. Педофилия. И все виды аморального поведения. Одержимость сексом. Наркозависимость и все остальное. Точно так же, как все другие люди, о которых мы говорили. Это человек, которого вы видели на экране. Которым вы восхищались. И, возможно, хотели быть как он на несколько моментов. Или даже дольше. Он в буквальном смысле убивал души и тела множества людей. В то время, как вы восхищались им. Он брал невинных людей. Людей, которые не причинили ему вреда. Людей, которые были беспомощны. И насиловал их. И травмировал. Их только для того, чтобы получить сиюминутное удовольствие. Представьте, что человек будет жить 70-80 лет в этом мире. Реальность такова, что эти 70 лет будут полным кошмаром. Вся жизнь будет разрушена. Это будет жизнь в постоянном страхе. Что это может произойти снова. Все только потому, что это мерзкое подобие человека. Кевин Спейси. Хотел получить 30-40 секундное удовольствие. Вот как. И он взял всю вашу жизнь, все 70 лет, и выкинул все это в мусор, потому что он хотел получить удовольствие в течение нескольких секунд. Это то, как он оценил вашу жизнь. Ваша жизнь стоит того, чтобы быть разрушенной. Чтобы он получил несколько моментов удовольствия. Это человек, которым люди восхищались. Он не хуже, чем Харви Вайнштейн. Еще одно подобие человека. Еще один Хилю Ляшем. Который сексуально эксплуатировал людей. Обманывал их деньгами. Он разрушал жизни людей любым способом, как только мог. Список можно продолжать до бесконечности. Когда дело касается подобной темы. Но вы можете сказать, что, возможно, и не все педофилы. Может быть, не все они одержимы сексом. На самом деле, практически все. Из них, в той или иной мере, такие и есть. Может, не обязательно, что все преступники. Есть такой человек, как Николас Кейдж. Который накопил состояние около 150 миллионов долларов. Ему платили 40 миллионов долларов за фильм. За эти деньги можно было в буквальном смысле накормить общество в Африке. Этому человеку платили за то, чтобы быть в фильме. Который будет на экране в течение 90 минут. Все эти деньги в мусор. Он объявил о банкротстве. Человек со сценическим именем 50 Cent. Очень популярный рэпер. Который был жесток не только на словах, но и в жизни. Очень высокомерный. Такой был у него сценический образ. Я сам лично раньше слушал его музыку. И мне она нравилась. Но реальность такова, что когда вы посмотрите на его жизнь с точки зрения Туры, с моральной точки зрения, вы увидите, насколько этот человек аморален. Насколько он жесток. Насколько он отвратителен. Даже до такой степени, что этот человек не только сколотил огромное состояние. Ему также удалось не потерять целое состояние. Даже когда у него есть деньги или ничего нет. Он все равно остается не плательщиком алиментов на своих детей. Которые родились от него у бесчисленного количества женщин, с которыми у него были отношения. Из-за его аморального поведения. Потому что для него быть аморальным, это то, чем он восхищается. Быть множеством женщин, это то, к чему он стремится. Это то, что многие парни хотят делать. Пособность заполучить любую женщину, которую он хочет. Ну а правда в том, ты бы хотел, чтобы твоя дочь была одной из этих девушек? Ты хочешь, чтобы твоя дочь просто была этим инструментом, который он использует? Почему ты считаешь совершенно нормальным быть одним из этих парней? Потому что ты знаешь, что Святой Благословен Он наказывает мера за меру. И если ты будешь одним из этих парней, Святой Благословен Он сделает однажды твою дочь одной из этих девушек. Да сохранит и защитит нас Господь. Вы видите, что этот человек был такой же пустой, как и другие, о которых мы еще поговорим. Еще один человек, который показал свое пристрастие физическим удовольствием настолько, что он буквально в смысле дал себе прозвище Мани, деньги. Мани Майвейзер, известный боксер, который заработал состояние в десятки миллионов долларов. Боксируя и являясь знаменитостью, будучи хорошим спортсменом и так далее. Но на самом деле, дорогие друзья, Святой Благословен Он говорит, он платит тем, кто ненавидит его, наличными в лицо, чтобы потом их уничтожить. Это в точности то, что происходит со всеми подобными знаменитостями. Каждому из этих людей, которые находятся у власти и злоупотребляют ей, Мани Майвейзеру, пришлось вернуться с пенсии и драться на ринге против ютубера. С парнем, который не боксировал ни дня в своей жизни. Ему пришлось выйти на ринг, чтобы хотя бы заработать на жизнь. Потому что он в буквальном смысле потерял все свои деньги. Даже до такой степени, что ему пришлось вернуться с пенсии, чтобы заплатить долг. Все это после того, как он зарабатывал десятки-десятки миллионов долларов за один бой. Все деньги, судя по всему, ушли в пустую. То же самое будет со всем остальным, что у него есть до конца его жизни. И что сейчас происходит? Он дерется с ютуберами. Полный позор для спорта. Но, тем не менее, хороший способ зарабатывания денег. Это то, чем люди восхищаются. Это то, на что люди равняются. Чтобы пойти и заработать 400-500 миллионов долларов. Чтобы продолжить работать до конца своей жизни. Потому что ты потратишь их быстрее, чем ты их заработал. Это то, чем ты восхищаешься. Быть человеком, у которого нет нормальной жизни. Нет нормальной жены, нет нормальных детей, нет нормальных отношений. Он постоянно боится, что кто-то украдет у него. Он в буквальном смысле живет бесцельной жизнью. Потому что сейчас его карьера практически закончилась. Самое лучшее, что он может делать, это продолжить использовать свое тело до тех пор, пока оно не перестанет работать. Но реальность такова. Это все подходит к концу. Он подошел к концу, но все же пытается, так сказать, выжать последние капли воды. Человек, который заработал сотни миллионов долларов. У него нет денег, чтобы заплатить долг в 20 миллионов долларов. Также был такой человек, как Марк Твен. Ученый, которым все восхищались. Его собственная издательская компания объявила о банкротстве. Вся его известность, вся его слава была только среди нескольких человек, которые называли себя учеными в том поколении. Он сам не наслаждался славой во время своей жизни. Потому что ему пришлось объявить себя банкротом. Деннис Родман, еще один некогда известный баскетболист. После того, как он заработал многие миллионы долларов. Вы бы подумали, что у этого человека есть достаточно денег. Не только, чтобы жить до конца его жизни, но также, чтобы построить страну. Вместо этого он не только растратил все свои деньги на наркотики и на другие отвратительные вещи. Но он даже дошел до такого презренного состояния, что его поймали на краже в 500 долларов. Человек, который в буквальном смысле зарабатывал 500 долларов за секунду. А опустился и был пойман на краже в 500 долларов. Есть знаменитость по имени Уэн Ньютон, Мит Лоуф, Уилли Нельсон. Все эти знаменитости в буквальном смысле заработали сотни миллионов долларов. Их дома известны. Их имена известны практически в каждом доме. Люди, которые жили во время рассвета их славы, все знают, кто они. Реальность такова, что они хотели бы, чтобы никто о них не знал. А они сами хотят, чтобы никто не знал, кем они были. Они сами хотят просто сходить в магазин и купить маленький сэндвич. И вернуться в свою маленькую хижину, в свою коморку, чтобы спрятаться от людей. Чтобы никто не напоминал им об их славных днях. Куда им больше никогда не вернуться. Для этих людей все только в прошлом. Это одно из самых ужасных страданий, которые человек только может испытать. Быть тем, кто лишился популярности. Быть человеком, которыми все напоминают о его прошлом до конца его жизни. Многие любят восхищаться кем-то из очень богатых людей на Уолл-стрит. Я был среди этих людей. Я встречал некоторых из них. И иногда говорил с ними. И люди восхищаются ими. Вот некоторые из них. Уоррен Баффет. Он практически был дедушкой с Уолл-стрит. Где-то в течение 50-60 лет. Кажется, в течение 50 лет ему уже было 100 лет. Зарабатывал миллиарды долларов. Необычно удачлив. И вы можете подумать, что этот человек выглядит как милый человек. Он кажется нравственным. Но если вы посмотрите на его реальную жизнь, тут нечем восхищаться. Со всеми деньгами, что есть у него, сотнями миллиардов долларов, что есть у него. Он до сих пор живет в том же самом доме, который он купил 50 лет назад. Он даже не получает удовольствие от денег, как нормальный человек. Он до сих пор каждый день ест гамбургер и кока-колу за 2 доллара из Макдональдса. Он даже не ест тех блюд, которые едят богатые и знаменитые. Он даже не наслаждается физическими удовольствиями этого мира. Это просто спортивное зарабатывание денег. Вы можете подумать, что может быть его дети получат эти деньги. Нет. Он уже заявил, что его собственные дети ничего не получат. А отношения, которые у него есть с несколькими его подчиненными, намного более близкие и более надежные, чем имеющиеся отношения с его собственными детьми. Дети знают его точно так же, как и все остальные знают его. Из телевидения. Это иллюзия. Его дети знают, что после того, как он умрет, они не получат ничего существенного. Большинство его денег продолжит работать, чтобы поддерживать все начинания, подпитывающие корпоративную Америку и так далее. Вы можете подумать, что этот дедуля счастлив в семейной жизни. Совсем нет. Его жена не смогла выдержать его и ушла от него. Просто не смогла выдержать этого человека. Не смогла выдержать его характер. И в конце концов ушла от него. Это то, что на самом деле происходит почти со всеми этими людьми в какой-то момент их жизни. Еще один из этих людей, и это Джефф Безос. Джефф Безос создал Амазон, одну из моих любимых компаний. Как вы знаете, я пользуюсь их продукцией. У них прекрасная продукция. Но как человек, он просто катастрофа. Катастрофа, а не человек. Он развелся после стольких лет жизни с женщиной, которая помогала ему, чтобы бегать за молодыми девушками. Чтобы почувствовать, что он снова молод. Он пытается выглядеть, будто ему снова 20 лет. Это человек, который заставил практически каждого подчиненного, каждого человека, с которым у него были встречи, плакать. Регулярно, прямо на заседании. Хорошо известно, что встречи, которые он проводил с ними, беседы, которые у него были с ними, доводили людей до приступов тревоги. Они в буквальном смысле были травмированы. Просто после того, как они поговорили со своим боссом. Это тот, кем вы восхищаетесь. Вы хотите быть одним из этих людей, который мучает других и который вызывает у них тревогу. Просто потому, что они ваши подчиненные. Это тот, кем вы хотите быть. И возможно, есть люди, не такие, как Безос. Например, Стивен Джобс. Он обрел славу и заработал миллиарды долларов, только чтобы жить и видеть, как выходят некоторые из продуктов. А умер только потому, что всех денег, которые он заработал на этих продуктах, было недостаточно для того, чтобы купить одну печень, которая спасла бы ему жизнь. Одну печень, чтобы спасти ему жизнь. Он просто не мог прожить еще один день. И умер таким же атеистом, каким он был всю свою жизнь. С множеством сожалений. Как говорится в стихе, «Решаим, нечистивцы, живут жизнью полной сожаления». И он сам сказал, что он сожалел, что он жил как атеист. Он должен был изучить духовную жизнь более глубже. Это то, чем люди восхищаются. Это то, кем они хотят быть. И реальность такова работает, господа. Что когда человек узнает, что все эти личности, которыми он восхищается, он задумывается, «Почему я восхищаюсь этими людьми?» Любая знаменитость, на которую вы не посмотрите, любой спортсмен, на которого вы не посмотрите, если это еще с ними не произошло, то еще произойдет. Если говорить в общем, вся их жизнь полна аморальности, разводов и измен. Любой вид преступлений, которые они могут совершить, и думают, что они не попадутся, они совершают. До такой степени, что они могут совершать преступления против человечества. Без всяких сожалений. Святой Благословен, он видит все. Святой Благословен, он удостоверится, чтобы каждый заплатил по счету. Все те, кто оскверняет имя Всевышнего скрытно, будут разоблачены публично в определенный момент времени. Как говорится в Мишнеев, Перкей, Авод 4.5. Часть третья. Иллюзии удовольствия. С другой стороны, вы скажете «хорошо». Может быть, знаменитостью это нехорошо, но в то же самое время нельзя отрицать факт, что существуют физические удовольствия. Существуют физические удовольствия, получаемые от определенных вещей. Существуют физические удовольствия от переживания определенного состояния. И так далее, и тому подобное. Итак, я обращаюсь ко всем молодым девушкам или даже взрослым женщинам, которые хотят быть или ведут себя, как будто они уже одна из знаменитостей. Одна из тех людей, что постоянно хотят быть в центре внимания. Слушайте очень внимательно, потому что я собираюсь говорить с вами лично. Но сейчас я буду говорить с вами, говоря о мужчинах. Чего вообще хотят большинство мужчин в мире? Они хотят денег. Почему они хотят деньги? Потому что они хотят получить власть. Почему они хотят власть? Потому что они думают, если у них будут деньги, у них будет власть. И поэтому власть поможет им заполучить девушку. Какую девушку? Любую девушку. Просто любую девушку. Что насчет того, чтобы жениться? О, да, мы обязательно поженимся, но также еще есть секретарша. Может быть одна, может быть другая, и все такое. Хорошо. Как мог Раби Акива дойти до той степени, что он чувствовал отвращение к поведению тех женщин? Что его рвало? Но вы все же хотите быть одним из этих людей, который настолько развратен, как это только возможно. Как это может быть? Как может быть такая разница между двумя людьми? Вы думаете, если вы будете с этой девушкой, вы получите физическое удовольствие. И ни о чем больше вы не думаете. О чем еще вы должны думать? Хорошо, давайте посмотрим. Есть девушка, которую вы нашли в каком-то ночном клубе? Или в каком-то магазине? Или где бы вы ее не нашли, в каком-нибудь мусорном контейнере? И вам удалось соблазнить ее, чтобы вести себя как муж и жена. Хотя вы выкинете ее сразу после того, как получите удовольствие. Или, возможно, будешь притворяться, что встречаешься с ней. В то же самое время встречаясь с несколькими другими женщинами, думая, что вы единственный, самый умный. Правда в том, что если она доставила вам удовольствие, это значит то, что она такая же, как и вы, стремится к физическим удовольствиям. И так же, как вы не хотите быть с ней постоянно. Она точно так же не хочет быть с вами постоянно. Знаете что? Ей обычно намного легче найти себе партнера, чем вам. И угадайте что? Когда она приходит к вам, и вы думаете, «О, я мистер мачо!» Все, что вы на самом деле делаете, это вытираете мерзость, которую мужчина до вас оставил внутри этой женщины совсем недавно. Такова реальность. Такова реальность. Вы попросту вытираете мерзость, которую оставил один, двое или дюжина других мужчин, с которыми она тоже наслаждалась. Потому что она такое же животное, как и вы. Это то, чем вы занимаетесь. Одна из наиболее отвратительнейших вещей, которую может себе вообразить мужественный мужчина. Вещь, о которой он когда-либо мог подумать. Это то, что семя другого мужчины, мерзость другого мужчины, когда-либо коснется его. Это семя не только касается его, оно на нем, и оно становится частью его. Почему? Потому что именно этим она и занималась, перед тем, как она пришла к вам. Она просто как деревенский велосипед, на котором все катаются. Она просто пользованное имущество. Вы просто вторичный сосуд, вторичный инструмент. До этого у нее был один, а сейчас ваша очередь. И, может быть, мгновение спустя она вернется кому-то еще. Вы думаете, что вы единственный, самый умный, который знает, как получать удовольствие. Нет, она тоже это знает. И угадайте что? Вы, возможно, не такой уж потрясающий, как вы думаете. Вы просто заполняете пустоту, пока не появится следующая возможность. И такова реальность. Все молодые люди, которым нравится ходить по ночным клубам, и приводить девушку домой. И чувствовать типа, дай пять, дай пять. Я добился ее, я добился ее. Нет, она добилась вас, приятель. Она добилась вас. И его, и его, и его. И вы только одно из свиданий. Она просто бесплатная проститутка. Вы, мой друг, в постели с тремя разными людьми. Вы сейчас можете подумать, что я что-то придумываю, потому что я был светским. Нет, это и есть геморея. Устная тара, господа. В гемореи говорится о самых ужасных вещах, которые вы можете себе представить. О вещах, которые происходят в обществе сегодня. Как будто это совершенно нормально работает. В гемореи, в трактате Псхахим, страница 112а, говорится, что разведенный мужчина не должен жениться на разведенной женщине, пока ее муж еще жив. Если он разведен, почему он не должен жениться на разведенной женщине, пока ее муж все еще жив? Потому что, когда они находятся в постели, их четверо. Когда разведенный мужчина и разведенная женщина находятся вместе, в постели четыре человека. Почему четыре человека? Он думает о своей бывшей жене. Она думает о своем бывшем муже. И получается, что их четверо. Он попросту вытирает мерзость, которую там оставил ее бывший муж. И она делает то же самое. То же самое. В постели четыре человека, работая коим, господа дорогие. И угадайте, что? Все, что я сказал выше, тоже есть геморрой. Продолжаем. Вы также должны знать, что она может начать отвергать его. Почему она будет отвергать его? Она встречалась с ним, вышла замуж за него. Она встретила его в клубе. Она звонила ему и говорила, «Я люблю тебя» и другие нежности. Как же так? Потому что в геморе сказано, что не все пальцы одинаковые. Это эвфемизм для мужского члена. Она не думает, что твой палец такой же, как у парня, который был прямо до вас. Вот что это означает. Но вы все-таки вытерли мерзость. Это, господа, то, что происходит, если вы относитесь к себе, как к животному. Вы находите животных. Вы относитесь к себе, как к животному. Святой, благословен он, сводит вас с животными. И чтобы вы знали, это не единственное место в геморе. Гемора в трактате Санедрин, страница 22b, говорит, что девственница является святой. Она душа святая. Но если она становится одной из этих отвратительных людей, если она становится распущенной, и так далее, вы должны знать, что следует за этим. Вы какой вообще по счету номер? 6, 8, 12, 15. Если вы ей нравились, она сказала вам только второй. Может быть, второй на этой неделе. Это то, что она вам сказала. В клубе. Или в пабе. Не важно, где вы ее встретили. Или на еврейских встречах для щедуха. За мужество. Это то, что она сказала вам, что вы только второй мужчина. Хорошо, Хабиби, друг. Просто, чтобы вы знали, забудьте о том, что пальцы не одинаковы. Геморреев трактатель Синедрин, страница 22б. Женщина никогда не забывает своего первого мужчину. Никогда не забывает его. Она никогда не забывает его. Не в том смысле, что я так по нему скучаю. Нет. Первый раз. Тот первый мужчина всегда в ее мыслях. Также во время близости. О, я помню его. Может быть, это такой же, как он, тот первый. Хабиби, ты не он. Она думает о нем. Почему? Потому что вы хотите вести себя, как животное. Она хочет вести себя, как животное. Вот, пожалуйста, вы собрали зоопарк. Сейчас у вас уже ползоопарка. Пять животных в одной кровати. Это работа еще не все. Это еще не все. Человеку нужно понять, когда они ведут себя, как животные. Святой благословен он, дает им жизнь, как у животных, которая в буквальном смысле трагедия, которая приводит к другим трагедиям. Какие трагедии? Многие люди смотрят с неодобрением, когда они слышат о каббалистическом учении. Каббала говорит, когда ты, совершая грех, и умираешь, часть исправления за грех, это перерождение. Возможно, даже перерождение с каким-то дефектами и так далее. Если вы не следили за своими глазами, то, возможно, вы переродитесь слепым и так далее. Если ты говорил лошонара, злословие, вы переродитесь аутизмом. Люди поднимают шумиху из-за этого. Когда Раф Мизрахи сказал это много лет назад, они восприняли это как будто новое учение, как будто это только есть в Каббале. Это не только в Каббале. Это есть в Каббале. Это есть в Каббале. есть в Каббале. Кто говорится в Каббале? Каббале. Каббале. И так далее. Наверняка вы согрешите. Наверняка вы дойдете до разврата. Наверняка вы дойдете до изливаясь семени в пустую распущенности и аморальности. В иудаизме нет такого понятия, как платонические отношения. Второе. Вы не считаете это достаточно убедительным? Хорошо. У любого, кто смотрит на женщин, кому нравится смотреть на девушек, в интернете, в реальной жизни и так далее. Наверняка у него родятся дети с плохим характером. Ваши дети будут называть вас по имени. Ваши дети будут кричать на вас. Ваши дети не будут уважать вас. Почему? Вы не следите за своими глазами. У вас есть духовный дефект. Святой, благословен он, платит за это дефектом в ваших детях. И, конечно, этого недостаточно. В Демаре сказано, что человек, который хочет быть святым евреем, должен следиться таких вещей. стыдиться этого всего. Но он не стыдится. Раби Йоханан Бендавай сказал, ангелы сказали мне четыре вещи. Есть хромые люди. Почему есть хромые люди? Люди, которые родились с парализованными нижними конечностями. Демара говорит, это потому, что люди опрокинули стол. Это эфемизм для всех типов неподобающего поведения. Аморальности. Почему есть немые люди? Потому, что они целовали это место. Почему есть люди, которые одновременно немые и глухие? Потому, что они разговаривали во время полового акта. Почему они разговаривали во время полового акта? Почему есть слепые люди? Потому, что они глазели на это место. То есть, работа господа дорогие, мы даже не говорим о просмотре порнографии и злиянии семени пустую. Ямара говорит о жизни с зависимостью от физических удовольствий, с зависимостью от таких вещей, что влекут за собой все дефекты, которые вы видите в мире. Очень трудно справиться с дефектами, которые есть в мире. Конечно, иногда люди, которые приходят в этот мир, являются особыми нешамот, душами праведников. Не нечистивцы, но это не делает жизнь их родителей легче. Но не все из них праведники. Не все из них святые. Некоторые из них чистые, но некоторые из них нет. Становится понятным, почему родители получают их. Родители получают их, потому что они сами не были святыми. Родители получают их, потому что они пытались вести себя как люди, которых они видели в порнографическом фильме. Пытались вести себя как люди, которых они видели в голливудском фильме. Они пытались выполнять акробатические упражнения. Они пытались делать разные вещи с разными людьми, разными способами. Разными, отвратительными способами, как животные. Святой Благословен, он говорит, вы хотите быть, как животные? Хорошо. Я не хочу, чтобы вы были животным. Поэтому я займу тебя другим способом. Я хочу занять тебя другим способом. Поэтому, робота Якорим, вы должны думать об этом таким образом. Вы будете восхищаться мерзким, отвратительным подобием человека, как Мадонна? Она в прямом смысле была с достаточным количеством мужчин, чтобы собрать армию. Это то, кем вы хотите стать? Это те, кем вы восхищаетесь. Вы хотите, чтобы ваша дочь была, как она? Все люди, которые следуют за ней, все современные певцы. Вы хотите танцевать, как они, и быть распущенными, как они? Это то, что вы хотите? Вы хотите вытирать мерзость, которую оставил мужчина до вас? До конца своей жизни, потому что вы сам мерзкий человек. Вы хотите восхищаться женщиной, которая была изнасилована людьми на экране? А знаете ли вы, что большинство порнографии в интернете это не интимная близность по ее согласию? Иногда ты на самом деле можешь увидеть вещи в интернете, которые являются настоящим изнасилованием. Но это преподносится, как будто это происходит по ее согласию. Это то, чем вы хотите стать. Вы хотите быть насильником. Вы хотите быть педофилом. Это то, чем вы восхищаетесь. Вы обязаны подумать об этом. Если это то, чем вы восхищаетесь, вы можете быть уверены, что у вас родится точно такой же ребенок. У вас родится мальчик, который хочет стать девочкой. У вас родится девочка, которая хочет стать мальчиком. У вас родится девочка, у которой будет 50 мужей. У вас родится мальчик, который будет зависим от порнографии. Как некоторые из людей, которым мне посчастливилось помочь. Но это очень тяжелая работа, требующая много усилий. Некоторые из мужчин, которых я встречал, были настолько зависимы от напрасного излияния семени и аморальности, что некоторые из физических последствий этой зависимости начали происходить в их жизни. Они теряли волосы, становились вонючими и отвратительными и потными. Выглядели в прямом смысле, будто они чем-то болели. Я встретил этих молодых парней, и слава богу, большинству из них мне удалось помочь. Вырвать их из этой тумы нечистоты. Вы восхищаетесь парнем, который насилует женщину. Вы восхищаетесь мужчиной, который полон мерзости. Он наполнен тумой, нечистотой. Это то, кем вы хотите быть. Как вам не стыдно? Вам должно быть стыдно. Это то, господа, то, что человек должен знать. Это то, что ему нужно знать об этом. Отвратительном мире, которым он так восхищается. Если вы говорите о деньгах и власти, знайте, они ведут вас к различным негативным последствиям. Я прочел вам только небольшую часть истории о людях, которые вызывают у вас желание получить деньги и власть. Это только небольшая часть этого списка. Вы найдете это у всех знаменитостей. Огромное количество из них педофилы. В Голливуде есть известное сообщество педофилов. Мы даже знаем одного человека, который, к сожалению, вошел в него. Молодой мальчик, который был захвачен этими людьми и никогда не вышел. Никто не знает, мертвый он или живой. Никто не знает. Мой бывший одноклассник был частью этого мерзкого, отвратительного мира политиков и был одним из бойфрендов этих политиков. Профессиональный водолаз таинственно тонет. Это то же самое, как сказать, что рыба утонула. Работая Карим, кем вы восхищаетесь? Шлома Амелих сказал, человек является тем, кем он восхищается. Человек является тем, кем он восхищается. Вы восхищаетесь этими мерзкими, отвратительными проститутками? Вы восхищаетесь этими мерзкими, отвратительными педофилами? Вы восхищаетесь этими жестокими, высокомерными людьми, которые разрушают жизни? Или, возможно, вы восхищаетесь этой женщиной, внутри которой столько мерзости от множества мужчин? Или, возможно, вы хотите быть одним из этих мужчин? Одним из этих мерзких людей? Что именно вы выбираете? Единственный путь, работая Корин, господа дорогие, избежать все отвратительное, избежать все отвратительные гнусные вещи, о которых я рассказывал вам этот час. Это быть тем, что сказал святой благословен он в недельной главе к душим. Будьте святы, ибо свят я. Каким образом мы святы? Геомара в трактате Шаббат говорит, народ Израиля свят. Почему? Потому что даже когда дело касается интимной близости с их собственными женами, это происходит ночью, со скромностью. Даже стены не видят их. Никто даже не думает о таком, чтобы записывать это на видео, вести себя мерзким животным образом. Потому что животные так ведут себя. Мы, святы, мы, праведники, мы, народ святого благословен он. Каждый может стать таким. Прекратите вести себя как животные. Это первый шаг. Как перестать быть как животные? Узнайте, кем являются животные, и делайте все наоборот. Это, работая Корин, господа дорогие, немного пищи для ума, которая сильно отличается от тех уроков Торы, которые мы делали до этого. Мы хотели показать вам, из-за чего люди практически теряют этот и грядущий мир. Она выглядит как проститутка, знаменитость, потому что она хочет быть похожей на нее. Хотя она никогда не будет как она. Она теряет этот мир. Она разрушает свой брак. Она теряет уважение своих детей. Она теряет благословение от Всевышнего. Она теряет грядущий мир. Все потому, что она хочет быть как какая-то проститутка, которая сегодня здесь, а завтра ее нет. С ним то же самое. Он думает, что он будет наслаждаться этим миром, хорошо проводить время, ездить в отпуск без жены. Может быть, он найдет подругу на день или на два. Он теряет этот мир, и он теряет грядущий мир. Почему? Потому что он вел себя как животные. Но если человек хочет быть святым, святой благословен он говорит, святость начинается с того, как мы выражаем нашу чувственность, как мы выражаем нашу интимную близость. В святости тем, как мы защищаем наши глаза, оберегаем нашу речь, как охраняем наш разум, тем, на кого мы равняемся. Это то, с чего все начинается. Если вы восхищаетесь мерзкими и отвратительными людьми, вы ими станете. И кем станут ваши дети? Если вы восхищаетесь праведниками, это тот, кем вы можете стать. Вы не можете стать праведником, пока вы восхищаетесь мерзкими людьми общества. Человек обязан буквально представить мерзость, которой он восхищается. По этой причине я обязан был получить раввинское разрешение, чтобы сказать некоторое из этого, что я сказал сегодня. И Баруха Шим, слава Богу, я его получил. Важно, чтобы человек знал, что все, что я сказал, есть в Туре. И одна, и это одна из наиболее важных вещей, которую человек обязан понять. Вы можете перестать восхищаться мерзостью, пока вы восхищаетесь деньгами, восхищаетесь всем, что связано с ними. Вы можете сказать, нет, я просто восхищаюсь тем, что у него есть много денег. Нет, 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 ты восхищаешься тем, что он получил благодаря деньгам. Это все в буквальном смысле создает уму ритуальную нечистоту. Это фабрика нечистоты. Если вы хотите стать праведником, вы обязаны восхищаться ими, и вы обязаны быть как они. Неважно, сделает ли вас Всевышний богатым, даст жену, дом, полный детей или же нет, все результаты в руках Всевышнего. Но наши действия приводят к его решению, к тому, какие будут результаты. Это, работая Карим, очень важное фундаментальное учение, которое необходимо для каждого из нас. Повторяйте его время от времени, когда ваш разум заражен нечистотой этого мира. Потому что кажется, что каждый день этот мир становится все больше и больше нечистым. Если мы не выясним, что нам нужно делать, чтобы защитить самих себя, все остальное просто напрасно. Также доступно на Еврите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 10% что вы должны дать, как жю и не жю, для того, чтобы дать просто киру, или дать как люди дают чува, или дать как поворот, как микс, мы делаем это все. Мы делаем это на обычный бассейн, и это просто не достаточно. Потому что так много людей, которые нужны помощи, это выхлопает. И вы увидите, что в этом видео, наш команда, это выхлопает, и наш команда начинает пыли. Это как трудно, какие ситуации. Мы пытаемся publicить много разных видео, без взрослых людей, чтобы показать людям, что их деньги идет к хорошей местности, чтобы помочь людям, чтобы не только дать чува, чтобы не только публиковать, чтобы публиковать Тора, но также помогать людям survive в этом сложном мире. Если вы хотите помогать, чтобы вы были в поддержке, чтобы быть подвижным, чтобы быть подвижным, Возвращаемся к нашему миру. И мы надеемся, что вы делаете еще много хороших новостей, чтобы сказать вам, что вы делаете еще один большой мировой, что случилось в Казахстане. Звоните на Бахара. Ваши комнаты, чтобы не просить себя. Все buffet. Возвращаемся к нам, она подружилась в Казахстане. Возьму может не сбить уже. Это мезероны. Возвращаемся к вам. Я просто спuse вы�� рецепт. Возвращаемся к нам. Возвращаемся к нам, я просто посрузилась к дверью. Возвращаемся к ним. О мое имя иушенит? Иушенит на барзелин? Благодаря этому, это хорошее? Да. Теперь мы привыкли к ней мазероним хадящим, и нанесли к ней на митах. Спасибо большое, Эргон Базарет Ашем, и на Рав Йерон, что дает на Субботе, для межпады 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 хадящими. Если у вас есть межпады межпады, крои, с барзелином, и на Рав Йерон Базарет Ашем, не на них в мире. Рав Йерон Базарет Ашем, Продолжение следует...